Сегодня мы с вами разберем интересное нестандартное уравнение. Но вначале хочу предложить вам новое видео на нашем кулинарном канале. Видео называется «Надувные лепешки». Лепешки надувные в прямом смысле этого слова. Обязательно посмотрите это интересное видео и напишите в комментариях под этими лепешками, почему они надувают. Итак, нам необходимо решить вот такое нестандартное уравнение. Сразу нужно заметить, что в левой части у нас показательные функции. А в правой части у нас тригонометрическая функция. Но показательная и тригонометрическая функция – это функции, если так можно выразиться, разной природы. То есть у нас нет каких-то готовых формул, по которым мы могли бы выразить 2 в степени х через косинус. А это значит, нам необходимо каким-то образом провести исследование и оценить левую часть и оценить правую часть. Правую часть оценить нетрудно, потому что множество значений косинуса от минус единицы до единицы. С учетом умножения на число 2 у нас получается правая часть будет меняться в пределах от минус 2 до 2. А вот как оценить левую часть мы сейчас посмотрим. Давайте я сейчас отдельно ее выпишу. 2 в степени х плюс 2 в степени минус х. И вот теперь для того, чтобы оценить вот эту левую часть, попробуем выделить полный квадрат. Для этого для начала представим вот эти два слагаемых как квадраты каких-то чисел. Можно это сделать следующим образом. Показатель степени мы разделим на 2 и умножим на 2. То есть другими словами можно будет записать так. 2 в степени х пополам и умножить все это на 2. Но тогда в такой записи вот это первое слагаемое можно представить как квадрат числа 2 в степени х пополам. Аналогично запишем второе слагаемое. То есть плюс 2 в степени минус х пополам и все это в квадрате. Теперь добавим то, чего не хватает нам до полного квадрата. Нам не хватает числа минус 2. Но у нас этой двойки там не было со знаком минус. Чтобы ничего не изменилось, мы должны еще и прибавить двойку. И теперь первые три слагаемых представляют собой квадрат разности. То есть это будет не что иное как 2 в степени х пополам минус 2 в степени минус х пополам и все это в квадрате. Да плюс еще двойка осталась. Квадрат разности у нас будет больше либо равен нуля за счет квадрата. А это значит вся сумма будет больше либо равна 2. Так и запишем. Теперь переходим к правой части. Косинус частного х разделить на 5 изменяется от минус 1 до 1. Умножим все части неравенства на 2. В результате получаем 2 косинус х разделить на 5 будет больше либо равно минус 2, но меньше либо равно 2. И нам сейчас понадобится именно вот эта правая часть нашего двойного неравенства. То есть с одной стороны должно выполняться вот это уравнение. Я его перепишу сразу. 2 в степени х плюс 2 в степени минус х равно 2 умножить на косинус от дроби х деленное на 5. С другой стороны левая часть нашего уравнения должна быть больше или равна 2. Вот мы это здесь уже доказали. А правая часть меньше или равна 2. То есть для того, чтобы равенство выполнялось, нам нужно, чтобы и левая и правая части были равны 2. Итак, мы должны потребовать, чтобы левая часть была равна 2 и правая часть одновременно с левой была равна 2. Как решать такую систему? Вначале решают одно из уравнений. Как правило, более простое. Ну вот, например, мы сейчас решим первое уравнение. А затем отберем все корни, которые удовлетворяют второму. Итак, решим отдельно первое уравнение. Для этого умножим обе части этого нашего уравнения на 2 в степени х, которое больше нуля. В результате получаем 2 в степени х в квадрате. Сразу умножаем 2 на 2 в степени х и переносим в левую часть со знаком минус. То есть будет минус 2 умножить на 2 в степени х. И плюс 2 в степени минус х умножить на 2 в степени х будет единица. То есть плюс единица. И все это должно быть равно нулю. В левой части у нас квадрат разности. Это 2 в степени x минус 1 и все это в квадрате равно 0. Квадрат числа равен 0 тогда и только тогда, когда само число равно 0. То есть 2 в степени x минус 1 равно 0. Отсюда 2 в степени x равно 1. Но 1 это 2 в нулевой. То есть 2 в степени x равно 2 в нулевой. И теперь в силу взаимной однозначности функции, если основания равны, то и показатели степени тоже будут равны. Это значит, что x равен 0. То есть нам нужно проверить только один корень. x равное 0. Подставим его во второе уравнение. Получаем косинус 0. Это единица. Умножаем на 2. 2 равно 2. То есть этот корень также удовлетворяет второму уравнению нашей системы. А значит x равное 0 является решением нашей системы и решением нашего первоначального уравнения. Пишем ответ. x равен 0. Кому решение понятно, ставьте лайк. И не забудьте посмотреть надувные лепешки на нашем кулинарном канале. То есть я достиг 3 Banco.